Незаконный бизнес был поставлен на широкую ногу, так что оперативных внедрений и контрольных закупок не понадобилось. Клиентура шла полным потоком. В кабинет травматолога и сейчас очередь. Народная молва дает знать, лентяям и прогульщикам здесь не отказывают. Постоянная клиентка Оксана дежурит в регистратуре, заказывает очередной больничный. В больнице сделали снимок, посмотрели, сказали, что нет ни трещин, никакого перелома, просто очень сильный ушиб. И вот с таким диагнозом больничный не дают. Я спросила врача, что может быть можно как-то договориться, потому что ходить на работу невозможно. У меня еще проблема в том, что работа стоячая, надо все время быть на ногах. Врач не брезгал ни коньяком, ни дорогими конфетами, но предпочтения всегда отдавал на личности. Больничный выдавался не отходя от кассы. Как правило, во всех эпизодах он указывал сумму сам от 300 рублей до 1000 рублей за больничный лист. Как правило, больничный лист оценивался в зависимости от того, на сколько дней он выписывался. В среднем за один день больничного листа было уплачено 150 рублей. Прокуратура пишет уголовное дело, коллеги штудируют юридические справочники, готовятся защищать ортопеда в суде. Это вообще полный наговор и инсценировка, что это ему просто подсунули эти деньги. И вот специальный человек, когда пока он его осматривал, он мне отсунул руку и положил ему туда деньги. Мы не считаем, кто сколько больничных дает, кому и за что. А уж правильно он давал больничный или неправильно он давал больничный лист. Остался без Колыма, зато при должности. Подозреваемый продолжает работать в горбольнице номер 6. Параллельно заканчивает ординатуру. Молодому специалисту пророчат карьерный взлет. Если, конечно, суд подножку не поставит, обвинение просит три года условно.